В Ивановском художественном училище имени Малютина подводят итоги творческой работы студентов за последний семестр, как и принято масштабной экспозиции. Комиссии из ведущих педагогов училища были отобраны лучшие работы. Их более двухсот. Выставочный зал вместил лишь небольшую часть. Стены, как говорят преподаватели, здесь гудят от переизбытка эмоций и цвета. Рядом с живописными полотнами и рисунками здесь соседствуют расписные ткани, декоративные композиции, макеты, предметов быта и интерьера. Ксения Петухова, студентка четвертого курса, из пяти отобранных на выставку работ, нашла здесь только одну. Признается, что интерьер избы написала всего за три с половиной часа, используя мягкий материал, черную пастель. Рисунок, по словам Ксюши, не самый удачный, но в целом своим творчеством за этот семестр она довольна. Меня это удивило, потому что первые два курса я вообще была в конце списков в плане оценок. И тут внезапно отбирают много работ для выставки. Не важно, что не все выставили, может быть, потом выставят. То есть я хотела бы поблагодарить очень преподавателей, которые много дают на самом деле. Я просто настолько многому обучилась здесь. Преподаватели же, напротив, не всегда благосклонны в оценке работы своих студентов. Посещаемость заметно падает, да и с идейным арсеналом есть проблемы. Причина, очевидно, в некоторых сугубо формальных установках по отношению к контингенту учащихся. Многие из них спекулируют тем, что их практически отчислить не могут. А исходя из этого, они могут позволить себе, выражаясь сленгом студенческим, заколоть одно задание, второе, третье. А это неизбежно скажется на количестве и качестве работы. Вот только непонятно, от кого зависит нежелание творить, от самих ли только учеников. Так или иначе, все это, по словам Васильева, играет большую роль. В дальнейшем нетрудоустройстве студентов. Это 3-4, максимум 5 процентов. Многие идут или в ларек, в торговлю, в банки, в офисы, сидельцами в каких-то институтах и только. А истинно художники – это вот такой небольшой процент. Видимо, интуитивно Ольга Федорова, студентка 4-го курса, создает по этому случаю плакат с названием «Бумага не краснеет» или «Бумага все стерпит». Этот плакат сделан с некоторой самоиронией и с самоотношением к себе. Потому что мы все несовершенные, имеем свойство как-то меняться и делать какие-то вещи. И поэтому в сравнении с бумагой я как-то краснею что ли. И все-таки не краснеть, а творить и развиваться намерены в будущем студенты и преподаватели училища имени Малютина. А подобные выставки станут реальной возможностью наглядно оценить рост их мастерства.